Время региональных новостей. В эфире Вести Чукотки. Меня зовут Анна Мартяжкина. Здравствуйте. Проезд открыт. Короткий путь. Сиджиз-Анадрский лиман сегодня введен в эксплуатацию. Зимник соединит окружную столицу и гольные копья на региональной трассе протяженностью 5 километров. В этом году ее обустройство заняло около месяца. Работа у дорожников осложняла наличие большого количества торосов, которые приходилось срезать специальной техникой. Репортаж Владимира Никитченко. Короткий маршрут. Ледовая переправа регионального значения через Анадрский лиман открыта. Теперь автолюбители могут быстрее, экономя время, добираться из окружной столицы в соседний поселок и обратно. Межведомственная комиссия проехала по новому зимнику и смогла лично оценить качество трассы. Ветровые нагрузки в период формирования ледового покрова сформировали сильно торосистый лед по прохождению дороги. Активным показателям она сейчас удовлетворяет. По мере эксплуатации, да, также при необходимости будут приниматься меры по улучшению качества состояния полотна. Длина регионального зимника 5 километров. Это на 2,5 километра короче федеральной трассы. Толщина льда от метра и выше. Эти показатели позволили увеличить нагрузку на полотно. Здесь разрешено движение транспорту весом до 12 тонн. Региональная ледовая переправа через Анадурский лиман стала шире. Теперь движение осуществляется по одной полосе шириной около 50 метров. Ближе к Анадуре она разделяется на две. Одна широкая полоса позволяет легче обслуживать трассу тяжелой техники. А для автолюбителей появляется место для маневра. При движении по зимнику в период непогоды создаются плохие условия видимости. Низовая метель или снегопад закрывают обзор водителю. Дорожники предусмотрели это и установили новые вешки, которые помогут ориентироваться во время поездки. С углей на Анадырь поставили вешки белым цветом, с Анадыря в угли поставили вешки красным цветом. Потому как по многим просьбам людей, которые выезжая, допустим, с углей или с Анадыря, уже въезжая на трассу, попадали в пургу, просто ездили от вешки к вешке, не понимая, в какую сторону им ехать. Спасатели, которые входят в состав межведомственной комиссии, напоминают, что выезжая на лёд, необходимо соблюдать простые правила безопасности. Правила безопасности на льдовой переправе, это означает то, что расстояние между автомобилями должно быть не менее 70 сантиметров, скоростной режим 30 км в час и, в принципе, всё. Отмечу, что над обустройством «Зимник» отрудилось около 6 единиц техники. Столько же будет обслуживать трассу ещё чуть более двух месяцев. Ведь, согласно контракту, «Зимник» будет работать до 30 апреля включительно. Владимир Никитченко, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.